В четверг, 11 сентября, заместитель Башкана Гагаузии Николай Стоянов провел встречу с представителями администрации Смоленской области Российской Федерации и консульского отдела посольства России в Молдове. В Камрад российские чиновники приехали для консультирования жителей Гагаузии по вопросам миграционного законодательства Российской Федерации, а также о правилах подачи документов на переселение в Смоленскую область в рамках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Эти встречи стали носить систематический характер, заметил зам Башкана, так как большая часть жителей Гагаузии, работающих за границей, находится в России, и важно своевременно информировать граждан об изменениях в миграционном законодательстве Российской Федерации. В ходе встречи речь шла и о возможностях сотрудничества Гагаузской автономии со Смоленской областью. Задача заключается в том, чтобы наладить экономические контакты, культурные контакты, образовательные контакты с этими территориями, чтобы не только, допустим, наши уезжали, но и представители этих территорий приезжали и открывали бизнес на территории автономии. Но, с другой стороны, если мы этим заниматься не будем, если мы не будем подписывать договора, и наши люди будут уезжать на эти территории, они просто не будут знать законодательную базу территории и могут попасть в условия, где будут нарушать законы. А мы должны сделать так, чтобы наши люди не нарушали законы. Мы подписываем такие прямые договора не только с Российской Федерацией. У нас есть Белоруссия, у нас есть Турция, у нас есть Польша, у нас есть Болгария, у нас есть Германия. То есть мы подписываем договора, прямые договора с областями, с территориями других стран, для того, чтобы экономические жители Гагаузии или бизнес Гагаузии налаживал контакты с бизнесом этих территорий. Такое право у нас есть. В рамках программы переселения соотечественников в Смолинскую область не меньше других регионов вызывает интерес у граждан Молдовы, желающих переехать в Россию. Есть и жители Гагаузии, и жители Молдавии только в 2014 году подали заявление около 150 человек в Смолинскую область. Абсолютное большинство из них были согласованы и стали участниками программы. Представители миграционной службы при российском посольстве отмечают большой интерес к программе переселения соотечественников в Российскую Федерацию со стороны не только жителей Гагаузии, но и граждан по всей республике. Встречи с гражданами на местах позволяют ответить на их многочисленные вопросы, связанные с намерением переехать в Россию на постоянное место жительства, а также в части нововведений в российское миграционное законодательство. Важным в этих встречах также является возможность обсудить с представителями ФМС, возникшие у жителей нашей страны проблемы с въездом в Россию. Те граждане, которые нарушили миграционное законодательство Российской Федерации, им не разрешается въезд на территорию России. То есть они выезжают, покидают территорию России, но въехать уже будет невозможно в течение до трех лет. Все зависит от того, по каким причинам произошло закрытие въезда. Но есть категории граждан, которым решения пересматриваются. В первую очередь это те граждане. Иностранные граждане, это касается не только граждан Молдовы, это касается всех иностранных граждан. Вот если иностранный гражданин имеет супругу детей граждан России, соответственно, решение пересматривается. Также пересматривается решение для студентов, которые обучаются на территории Российской Федерации. И таких категорий граждан довольно-таки много. Но мы на своих консультациях проводим, консультируем граждан, что необходимо соблюдать законодательство России в обязательном порядке, потому что нарушить просто, а вот затем въехать на территорию России, конечно, будет уже сложно. Поэтому правовая грамотность граждан Молдовы повышается, и это видно по статистическим показателям, потому что количество патентов, полученных в этом году, он значительно в несколько раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Как отметил Николай Стоянов, около 80% выезжающих на заработки жителей Гагаузии работают именно в Российской Федерации.